Друзья, всем привет! Если вы смотрели мои предыдущие ролики на канале, то вы знаете, что у меня была Хонда Легенд в кузове КБ-1. Сейчас я продал ее и взял себе легенду в предыдущем кузове К9. И так как я, получается, являюсь обладателем легенд двух разных поколений, то я хочу сказать пару слов, сказать свое мнение и сравнить эти машины. К кузову К9 я присматривался еще довольно-таки давно, может быть, 5 лет назад, может быть, даже больше. Смотрел конкретные варианты, ездил, катался на них. Ну, как-то не срасталось, не покупал я их тогда. Но я помню, что когда я катался на них, эта машина казалась мне очень крутой. Я ездил там на других Хондах, тоже стареньких, и легенда в кузове К9 была для меня прям эталоном. Мне она тогда очень нравилась. Но, покатавшись сейчас на КБ-1 и пересев на К9, Субъективно мое мнение, я могу сказать, что компания Хонда, выпустив кузов КБ-1, сделала невероятный прорыв, сделала огромный шаг вперед, потому что К9 и КБ-1, ну, это просто небо и земля. Да, я понимаю, что между ними прошло почти 10 лет, потому что КБ-1 выпускается с 96-го года. Да, был рестайлинг, но как бы в салоне сильно он ничего не затронул. И поэтому, вот, например, первое мнение теперь мое, все в салон, ну, все довольно-таки действительно выглядит уже старовато. Качество материалов, не могу сказать, что какое-то плохое, нет. Для тех годов, я считаю, вполне хорошее, но после КБ-1 я понимаю, что, ну, как бы тогда, 5 лет назад, мне казалось, что здесь намного круче. В целом, сравнивая эти машины, как я уже сказал, ну, сейчас мы видим, что это немножко, ну, как немножко, это уже устаревший автомобиль, но для тех лет, я считаю, все-таки К9 реально был классным автомобилем. Что мне здесь нравится? Нравится место в салоне, довольно-таки просторный автомобиль. Нравится то, что у него хорошая тяга с низов, потому что максимально крутящий момент достигается на 2800 оборотов в минуту, двигателем выдает максимально крутящий момент. А что хотелось бы еще сказать в сравнении? То есть, если на КБ-1 есть желание ехать быстро, динамично, активно перестраиваться, то на К9 нет. Это абсолютно другой автомобиль, у них абсолютно разный характер. На К9 хочется ехать плавно, вальяжно, медленно. Это трассовый автомобиль. Честно говоря, вот ездя сейчас по Москве каждый день, ну, я на нем не то чтобы устаю, но на КБ-1 было гораздо приятнее, потому что К9 он более валкий, более такой какой-то размеренный, не знаю, неповоротливый, ну, менее поворотливый, чем КБ-1. И все-таки его стихия трассы. Я приехал на данном автомобиле из Питера в Москву. То есть, в принципе, да, я не устал. Я проехал 700 километров. По трассе этот автомобиль мне понравился. Ну, опять же, вот по трассе, да, у автомобиля четырехступка, поэтому едешь, когда на 130-140 и больше, оборотов уже довольно-таки много. Хотелось бы поменьше, конечно. Как я уже сказал, сравнивая эти автомобили, абсолютно разные машины. Если вы ездили или ездите на К9 и подумываете о КБ-1, то я думаю, вы будете приятно удивлены тем, что это такой же просторный, такой же большой авто, на который гораздо острее, лучше рулится. КБ-1, он тоже мягкий, в принципе, автомобиль, но рулежка с К9 не сравнится вообще. То есть, как-то так, друзья. Первое вот впечатление мое таково. Если будет еще что добавить, я, может быть, засниму еще видео. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях под этим видео. В целом, я хотел озвучить то, что это очень разные по характеру автомобили К9 и КБ-1. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Видео получилось, может быть, не таким информативным, как вы бы хотели. Но на данный момент это все, что я хочу и могу сказать по кузову К9 Honda Legend. Всем спасибо еще раз. До скорой встречи. Пока. В завершении данного видео хотелось бы добавить. Прокатившись уже на двух поколениях легенд, хотелось бы прокатиться на самой последней, самой свежей легенде. Поэтому Паша Товакс, я жду твоего приглашения в гости для совместной съемки твоей ракеты. Давай, на связи. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok